Я хочу пригласить на эту сцену Балата Бек Магометова, прошу прощения, с темой «Как не отступать и не сдаваться». Меня зовут Балат Бек Магометов, у меня 52 года. С нами случаются иногда трудности, тяжелые трудности, иногда наша судьба испытывает. Такая трудность со мной случилась 20 лет назад. Я спал и проснулся, у меня ноги перебинтованные, я лежу в больнице. Что со мной случилось? Со мной рядом стоит моя жена, бывшая, мы уже в разводе. Она говорит, ты в аварию попал, какая авария, соревнования ехал, какие соревнования, ничего не знаю, ничего не помню. Ученица моя была, Аня Старченко, она сейчас актриса, снимается в фильме «Сипной волк». Посмотрите, хороший фильм она. И она рассказывает, мы ехали соревнования с Каменогоска, до Астаны оставалось 50 километров. Шофер нас уснул, мы врезались в КамАЗ. КамАЗ был бензовод. Еще 5 сантиметров в сторону мы бы взорвались. Хорошо, что машина наша, микроавтобус не ехал в Кувет, потому что Кувет был большой, и мы бы все разбились бы. Ситуация была тяжелая. Я еще раз ничего не помню, это то, что она рассказывает. Один мальчик, юноша, ему было 18 лет, ногой выбил дверь. Когда выбил дверь, ногу сломал себе. Потом выпался оттуда, закрыл голову и боялся, что сейчас машина взорвется. Вот так вот другой, Артем звали его, он стал помогать всем, вытаскивать. Потом вытащили всех, стали звонить по телефону, телефон не отвечает, телефон не работает. Потом стали, через попутку попросили, чтобы пригласили скорую. Скорую, скорой долго не было, минут 40 не было. Два человека тяжелые, мне тогда было 33 года, у меня был возраст Иисуса Христа. Я был без сознания. Все получили сотрясение, все ничего не помнили. И один мальчик ногу сломал, тоже лежал. Все были, ну, тренер бредил, холодно, холодно, всю одежду пособирали, сдали ему, укутали. Через 40 минут машина приехала. Вот в таком тяжелом состоянии было. После аварии я оснулся, у меня очередная коробка в двух местах пробита. Мне врачи первую операцию сделали из головы, вытаскивали косточки, чтобы не было. Зубы были выбиты, толстыны, зубы стоят, нос сломан, ребра сломаны были. Ребра сломаны, легкие были пробиты. Одна нога наполовину была разрезана, а вторая куча уехал. Врачи говорили, что я умру, не умер. Врачи говорили, что буду инвалид всю жизнь, как тупой животный сидеть. Вот. Я живой, видите. Десять дней в коме лежал. Очнулся в инфекционке. В инфекционке я очнулся, потому что врачи в таких ситуациях, когда больной тяжелый, его кормят куриным бульоном. Но я уже был вегетарианец, 10 лет мясо, рыбу, яйца не ел. Мне организм такой реакции ответил, что мне в инфекционку потом положили. Мне как раз авария была 4 апреля 2005 года. 10 мая мне был день рождения. Все хотели, все молились за меня, чтобы я не умер. Ученики, там, в больнице самый популярный больной был. Там молились за меня, чтобы не умер. Один, крови мне не хватало. Все, кто мог, кровь сдавали. Потом крови не хватало. У меня один папа работает, в смысле ученик моего, папа моего ученика работал в армии. И вот он пригласил своих подчиненных и еще привел 15 человек. В итоге 38 человек мне сдали кровь. 15 литров крови мне сдали. Я врачей спрашиваю. После аварии я разговаривал таким образом. Памяти не было, ничего не узнавал. Понимаете, вот так разговаривал, тянул. Память плохая была. А ничего, таким образом. Тяжелое состояние было. Так вот, 4-10 мая был у меня день рождения. Все хотели пойти ко мне на день рождения. И не пускали в инфекционку. И на улице стояла толпа, человек 20-30. И кричали, с днем рождения, поздравляем, счастливые, такие радостные. Я думаю, ну что они радуются, что радуются. У меня такая трагедия, смысла я не вижу в этом счастье. И стали помогать, кто чем может. Деньгами, деньги собирали мне. Причем, еще раз говорю, не только мне помогали одни кришнаиты. Еще раз, я в общественном сознании Кришны от Москвы. Помогали все родители моих учеников. Помогали. Кто как мог собирали. Деньги. И один мой ученик по карате, Владимир Артюшин, пришел, все деньги, которые у меня был, все принес. Потом в следующий день пришел в класс, сказал, что мой тренер попал в аварию. Давайте скидываемся, давайте соберемся. И вот он помогал деньгами, приносил. Ученица, еще в школе училась, в седьмом классе она проводила тренировки. Потом приносила все деньги, мне сдавала. Другая ученица, она все деньги, которые накоплены у нее были, накопила, чтобы подарить своему другу часы. Она все деньги отдала. Потом она постилась. Я 10 дней в коме был, 10 дней она постилась. День-день кушала, день-день не кушала. Думала, что таким образом и молилась за меня. Вот в таком тяжелом состоянии был. Мне деньгами помогали, как могли. Но мне неудобно, что ли, за меня будут деньги платить. Мне вообще говорили, что я буду инвалид всю жизнь, что я там ходить не буду и так далее. А мне было неудобно, что за меня будет денег платить. Поэтому 4 апреля, 1 августа, после такого, я думаю, ну все, нужно неудобно. Нужно пошел на работу, стал тренировать. Как мог, на костылях прям пошел, как мог, все забыл. Провел одну тренировку, потом пришел домой, целый день спал. Думаю, боже мой, как я смогу дальше. Но не сдавался. Думаю, нужно просто дальше. Я до этого, я хотел даже бросить тренировки. Потому что, я говорю, я ничего не помню, я ничего не знаю. Я хотел поехать в Индию умирать. Говорят, что если умираешь, уедешь в Индии, во Вриндаун, святое место, то ты уйдешь в духовный мир. Но мне сказали, ты остался жив, и каждый получает те испытания, которые заслужил, которые может выдержать. Ты смог выдержать, значит, ты это сделаешь. Я подумал, ну ладно, если у Господа Бога на меня какие-то планы есть, тогда я буду тренировать. И я стал тренировать, как мог тренировать. Мой духовный учитель сказал, что в этой аварии я должен был умереть. Я не умер только потому, что я занимался духовной практикой. Господь мне, как бы, мои грехи скастил. Потом после аварии прошло... Я это начал тренировать, как мог, как раз за ипотеку платил, как раз в этот год после аварии. Я въехал в квартиру, черновый ремонт, все это оплачивал. Представляете, такой инвалид покалеченный, памяти никакой нету. И вот все в таком состоянии. Вот по милости Господа Бога. Господь есть, Он нас любит, но Он нам помогает. И вот мне таким образом Господь Бог помогал. И потом я после аварии, авария со мной 4 апреля была, первого в декабре я пошел, думаю, ну получу инвалидность. Неплохие лишние деньги иметь. Мне сказали, врачи говорят, у тебя голова болит? Я говорю, нет, не болит. Десять дней в коме, черепная коробка в двух местах пробита. Врачи в шоке, не понимают. Он говорит, мы не можем тебе просто так. Ну ладно, хорошо. Короче, я на Бога обиделся, что мне инвалидность дала. Я уже потом начал на лекции ходить. Помните, я говорил, что я после аварии не мог телевизор смотреть, не мог лекции слушать, не мог читать. Читать я разучился полностью. Хотя до этого книги любил читать. И вот я только после аварии десять лет учился читать. И наконец-то научился читать. Десять лет в тяжелом состоянии был. Так вот, когда я ходил на лекции, в конце лекции спрашиваю, есть какие-то вопросы, дополнения? Я говорю, есть вопрос. Я попал в аварию. За что попал в аварию? Почему нет никакого участия? Еще раз говорю, я был в тяжелом состоянии, был депрессняк. Целый год я был в депрессняке. Смысла в жизни не видел. И я искал смысл жизни. И потом у меня научился потихонечку слушать лекции. И у меня есть семинар Бхактимидьян Гасвами Махараджа, духовный учитель. И он в третьей лекции говорит о том, что когда мы молимся Богу, когда мы повторяем Махаматру, Харе Кришне Махаматру, то мы должны, когда молимся, мы должны с Богом разговаривать. Господь, Бог нас любит. И Он хочет, чтобы мы с нами разговаривали. Когда Он будет с Ним разговаривать, общаться, тогда Он будет Вам отвечать. Тогда Он Вам будет давать счастье. Ну и я, конечно, взял четкие, стал повторять мантру, Харе Кришне Матру, и стал повторять Махаматру. И стал задавать два этих вопроса, самые главные. Главный вопрос это, за что это попало в аварию, и почему нет никакого счастья. И когда мне Господь, Бог, ответил, я это увидел, Он мне показал, что Он мне во всем помог. Во-первых, то, что я инвалидность не получил, во-вторых, что я работал, во-вторых, то, что мои ученики после аварии, я говорю, тренер, который забыл все, в том числе, как тренировать, мои ученики через год после аварии станут чемпионами России. А тренера, которые не попадали в какие-то аварии, они ничего не заняли. Я к чему все это рассказываю, историю, что мы с Вами живем, и у нас с Вами, вот, есть, бывают трудности, и будут трудности, и Господь Бог с нами. И Господом Богом нужно общаться, нужно с Господом дружить. Еще раз, что это йога? Йога переводит связь с Богом. Дай Бог, чтобы мы все были с Богом, и Господь нас будет любить, любить и всем помогать. Извините, что так может быть нормально. Спасибо.